Ученые Казанского университета синтезировали материалы для костных имплантов. Казанский университет на втором месте среди российских вузов по количеству иностранных студентов. В нашем институте обучаются студенты по сути дела по двум направлениям. Это биология и это медицина. Причем медицина наиболее востребованным является то, что называется лечебное дело или general medicine. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Элина Шепелева. Казанский федеральный университет посетила делегации Генерального консульства Китайской Народной Республики в городе Казани. Гости побывали в музее истории университета, где им рассказали об истории вуза и об его великих студентах. Ученые Института физики Казанского федерального университета совместно с российскими, итальянскими и румынскими коллегами синтезировали материалы для костных имплантов. Подробнее в сюжете. Ученые Казанского федерального университета совместно с коллегами из Москвы, Италии и Румынии работают над проблемой поиска материала, который заменит костную ткань. Актуальность темы подтверждают данные Всемирной организации здравоохранения. Примерно полтора миллиарда человек в мире страдают от нарушений и болезней костно-мышечной системы. Главная задача перед учеными не просто найти такой материал, который заменит настоящую костную ткань человека, но и поможет быстро прижиться и в перспективе даже стимулировать рост собственной костной ткани. За основу синтетических костных имплантов берут соединения фосфата кальция, так как они аналогичны тем, которые есть в организме человека. В своем исследовании сотрудник кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики Фадис Мурзаханов использовал метод электронного парамагнитного резонанса. Установка работает с помощью серопроводящего магнита, магнитная индукция которого может меняться практически от нуля до шести Тесла. Здесь можно проводить эксперименты от комнатной температуры до пяти кельвин. Мы можем параллельно подводить источник лазерного излучения различных длин волн, в данном случае это зеленый цвет. Лазерный источник помогает приводить к образованию новых фотоактивных центров. Именно в Казанском федеральном университете в годы Великой Отечественной войны советским физиком Евгением Завойским было открыто данное явление. Полученный материал с ионами годолиния – это возможность не только в большей мере отслеживать приживаемость импланта. Материал стимулирует рост новых клеток. Появляются антибактериальные свойства, подавляющие рост болезнетворных бактерий. В работе метод Завойского был применен с помощью многофункционального устройства под названием спектрометр. Данный спектрометр может работать в различных режимах, как в стационарном, так и в импульсном. Мы можем проводить эксперименты, достаточно сложные, методом двойного электрон-ядерного резонанса. Работы по совершенствованию свойств имплантов продолжаются и сейчас. Проводятся эксперименты с внедрением нескольких соединений. Ирина Анорина, Хафиз Гараев, Универньюз. Казанский федеральный университет на втором месте среди российских вузов по количеству иностранных студентов. Чаще всего абитуриенты из-за рубежа для получения высшего образования выбирают такие направления, как нефтегазовое дело, экономика, медицина. Специальным репортажем экскурсия по одному из самых популярных у студентов институтов КФУ, Институту фундаментальной медицины и биологии. О том, каких специалистов для медицины готовит Казанский университет. Приемная кампания для иностранцев в Казанском университете стартовала буквально два месяца назад. В этом году увеличилось количество мест для поступающих в рамках отдельного конкурса иностранцев. Напомним, что КФУ находится на втором месте среди российских вузов по количеству иностранных студентов. Казанский федеральный университет – один из немногих университетов России, выпускающий специалистов с дипломами, которые котируются в других странах. Это один из важнейших критериев для представителей медицины, которым необходим специализированный диплом для трудовой деятельности. В Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета можно найти подходящее для себя направление – стать врачом, ученым или передавать свои знания дальше. В нашем институте обучаются студенты, по сути дела, по двум направлениям – это биология и это медицина. Причем медицина в наиболее востребованном является то, что называется лечебное дело или general medicine. Образование идет в области медицины на двух языках – на русском и на английском. Любой студент Института фундаментальной медицины и биологии имеет возможность работать в любой лаборатории, которая ему интересна. В Казанском университете работают по многим направлениям. Одно из них – центр геномики. Данный центр расположен в трех локациях. Для биологов, выпускников, ну, несколько направлений. Первое направление – это они идут в науку. Второе направление – это они могут идти выбирать преподавательскую деятельность. Третье направление – это они могут идти в биотехнологическую индустрию. И четвертое направление – это когда они связывают еще свою жизнь и работу, но с какими-то красными биотехнологиями, то, что называется медицинскими. Для многих медицина – это образ жизни. Для кого-то хобби или профессия. И пусть для каждого медицины значит что-то свое, к выбору профессии стоит подходить осознанно, так как в дальнейшем от вашего выбора может зависеть чья-то жизнь. Современная инфраструктура, института фундаментальной медицины, биологии, качество образования и признание диплома КФУ в других странах – то, что делает студентов университета профессионалами. Это доказывают сотни выпускников, которые успешно продвигают науку и лечат людей по всему миру. Елизавета Никитина, Универньюз. Весь мир, несомненно, держится на плаву благодаря непрекращающемуся учению и совершающимся открытиям. Казанский федеральный университет поддерживает стремление популяризации науки. О фестивале, посвященном области естественных гуманитарных наук и искусства, смотрите далее. Любая полномасштабная учебная структура должна распространять научные знания в доступной и понятной форме. Казанский федеральный университет поддерживает эту тенденцию и выступил партнером мероприятия «Миломакс Сайенс Казан». Фестиваль популяризации науки проходил с 28 по 30 апреля на площадках Национальной библиотеки Республики Татарстан. У всех у нас есть представление о том, как устроен наш мир, и они помогают жить. Помните, Алиса знала, что если выпить из баночки со словом «яд», то через некоторое время почувствуешь легкое недомогание. Вот таких вещей у нас много с детства в голове имеется, и они помогают жить. По словам организаторов, главной целью фестиваля является повышение интереса населения к получению образования и знаний. Программа мероприятия включала в себя множество научно-популярных лекций, познавательных мастер-классов и научных шоу, а также дебатов и дискуссий. Лекторами стали не только казанские ученые, но и известные российские популяризаторы науки. Например, врач Алексей Водовозов и антропатолог Станислав Дробышевский. Я стал взрослым и понял, что нет, оказывается, взрослые не знают ответа на все вопросы. И мы пригласили вообще шикарнейших спикеров, интереснейших гостей, которые говорят, а мы некоторых вещей просто понятия не имеем, почему это так устроено. Но оно вот так устроено, мы над этим работаем. В первый день фестиваля докладчики собрались на большой беседе «Красота науки», где затронули главные научные вопросы, а также перспективы исследовательского познания. Второй день мероприятия представила дискуссию под названием «Идеальная экономика», где социологи и экономисты обсудили развитие одной из важнейших сфер в мировой индустрии. Помимо ранее упомянутой программы фестиваля, также была представлена выставка научно-популярной литературы. Мы продолжаем делиться историями тех, кто, находясь в тылу, влиял на ход боевых сражений. Представители научного сообщества называли его дилетантом криогеники. Зарубежные промышленные фирмы мечтали перенять его разработки. О том, какой вклад в дело победы внес Петр Капица, узнаете в следующем сюжете. Он сочетал в себе многие качества. Интуицию, инженерное чутье, физика-экспериментатора, прагматизм и деловой подход организатора науки. На протяжении всего жизненного пути Петр Леонидович Капица столкнулся со множеством испытаний. Однако в годы Великой Отечественной войны его разработки в области создания установок ожижения кислорода получили колоссальную поддержку Государственного комитета обороны. Кислород нужен был для медицины, взрывчатых веществ, для военных летчиков, совершавших дальние полеты и, главное, для развивающихся военных производств. Первые наработки для своего будущего исследования он создал еще в 1929 году, обучаясь в Кембридже. Вернувшись на родину, Петр Леонидович занялся усовершенствованием уже существующей установки для разделения воздуха. Большая часть научного сообщества занимала либо скептическую, либо даже негативную позицию по отношению к работе ученого. Однако промышленные фирмы США, Швеция и Бельгия проявили большой интерес к деятельности физика и даже попытались выкупить установки. В конце июля 1941 года работа над исследованием была прекращена. Из Москвы ученого эвакуировали в Казанский университет, где он в рамках уже военного исследования смог построить первые образцы своих установок. Спустя почти 37 лет академику была присуждена Нобелевская премия по физике за фундаментальное изобретение открытия в области физики низких температур. Сейчас воздухоразделительные установки низкого давления капицы работают во всем мире, производя более 150 миллионов тонн кислорода в год. Маргарита Михайлова, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Элина Шепелева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok